Строительство храма в станице Упорно началось еще в 2012 году. Храм Рождества Пресвятой Богородицы возводится на пожертвование. Станичники с радостью сдают деньги, с радостью наблюдают за работой строителей. К этому дню завершено возведение стен, установлены окна, завершается строительство кровли. У храма есть ктиторы, то есть те люди, которые беспокоятся, неравнодушен, помогают, материально помогают. Вот имена, их много, я перечислять не буду. Может быть, когда храм будет построен, мы закончим и на специальной плите мы их имена напишем, чтобы Господь благословлял их труды, благословлял даровал им здоровье. Хочется отметить наших казаков, станичников, которые помогают храму, ну и, конечно же, строителей. Вот особое слово, благодарность у меня нашему строителю, который строит храм, ну, скажем так, я ему не плачу абсолютно ни копейки. То есть он строит сам на пожертвование, сам собрал бригаду и строит храм. Вот это Дмитрий Дегтярев. Также администрация помогает, Александр Петрович очень хорошую помощь оказал нам, он находит тех людей, которые заинтересовывают их, чтобы они помогали строить храм. Этот день стал историческим для православных жителей Упорненского поселения. Десятки человек стали свидетелями установки главного купола на храме. Он выполнен специалистами из Армавира. Его вес почти 800 килограммов, высота вместе с крестом около 5 метров. Металлические пластины с покрытием нитрита титана прослужат минимум 50 лет. В яркий солнечный день купол переливается отражением лучей. Станичники считают, что их храм будет очень красивым. У нас сегодня исторический момент для нашей станицы. Присутствуем на воздреждении купола. Это будет для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков. Так что считаю, что это очень большое событие для нашей станицы. Дай Бог всем здоровья, всех благ, чтобы и малые, и старые все посещали храм. Прихожане благодарят настоятеля, отца Александра Хрулева, который сумел всех объединить, и его трудами в станице появился новый храм. Очень рады такому празднику. Но это все благодаря нашему батюшке. Он очень добрый, он нас сплотил. Много людей, жителей наших, очень много помогли. В особенности у нас упорненец, который ехал в Ростов, но он нам очень помог. На купол нам дал, окна нам сделал. И все люди, у кого мизерная копеечка, они все нам дают пожертвовать. Слава Богу за все. И мы очень любим нашего батюшку и благодарим его, что он у нас появился в нашей станице. Мы с района, атаманы, прибыли на этот торжественный праздник. Пришло время, когда были сказаны не только мной слова, а и главой, и нашими священнослужителями, что пришло время созидать. Много храмов построено в районе, это действительно так. И во Владимировской, и в Каладжинской, и вот сейчас в Засовской храм начинают возводить. Поэтому, что остается, думаю, что будут только благие дела и благие намеренные. Здесь же, конечно, нравственность наша, духовность и все остальное только приложится в лучшую сторону. Прежде чем купол установили на место, благочинный церкви Лабинского округа провел специальную службу освящения. В ней приняли участие глава Лабинского района, глава Упорненского сельского поселения, атаманы хуторских обществ, казаки и местные школьники. Сегодня историческое событие для станицы Упорна. Мы с вами видим, как возрождается храм, как возрождается вера на этой многострадальной земле. История очень сложная, очень непростая, очень тяжелая. Но, наверное, так бывает, что Бог не в силе, а Бог в правде. Наверное, правда побеждает тем, что сегодня мы устанавливаем купол, выросли стены, храм Рождества Пресвятой Богородицы. Я думаю, что это большая радость для всех станичников, потому что многое, то, что делается сегодня в нашей жизни, оно делается по воле Всевышнего. Дай Бог, чтобы мы с вами шли этой дорогой. И хочу вас поздравить с этим большим, серьезным событием. Сказать, что Лабинский район – это епархиальный район наравне с Армавиром, потому что число храмов, которые построены, реконструированы здесь, это наибольшее, кроме города Краснодара, второй идет Лабинск. Наверное, наша с вами совесть близка к Богу, потому что мы это все делаем. Я поздравляю вас всех с этим большим, великим событием. Уважаемые священнослужители, Александр Александрович, гости. Поздравляю вас действительно с таким знаменательным событием, как установка купола и освящение. Храм действительно растет благодаря вам, вашей поддержке. На пожертвование мы что-то уже смогли сделать. Желаю, пусть Господь даст нам силы терпения, чтобы завершить все это дело, и чтобы все сюда от мала до велика могли зайти в любое время. Настоятель храма в своей речи вспомнил трагические события, когда станичный храм был уничтожен. Сегодня ему было бы около ста лет. И вот пришло время работы над ошибками. Мы же с вами созидаем храм. И вот очень и очень крепенно, и для меня очень важно действительно быть при этом, когда храм созидит, и братья и сестры. Я хочу сказать вам огромное спасибо всем, кто помогает строить храм, всем, кто выделяет и средства материальные, кто-то руками своими, кто-то свое время тратит на дно. Я хочу вам сказать, что это время будет потрачено не напрасно. Наши дети, внуки, правнуки вспомнят, уверяю вас, добрым словом. Но ради этого стоит жизнь. Спасибо Господи. Слава Богу, что мы живем в то время, когда не разбрасываем камни, а собираем. И то, что у народа есть такая потребность, что строительство храма, это говорит о том, что мы возвращаемся к тем корням, к тем традициям, к той православной вере, которая была у наших предков, наших отцов, прадедов. И что мы сегодня, наше поколение, обращая на это должное внимание, это очень приятно, ибо храм – это символ православия, это духовное нравственное воспитание молодежи. И я думаю, когда будет здесь совершаться богослужение, люди будут с удовольствием посещать этот Дом Божий, будут расти духовно, будут укрепляться и физическими, и моральными, и духовными силами. Так что это событие, конечно, историческое, потому что в настоящее время, как мы переживаем некоторые экономические трудности, все-таки люди изыскивают средства, чтобы построить вот это прекрасное здание, Дом Божий. Купол закрепили под звон колоколов и аплодисменты жителей. Настоятель строящегося храма надеется, что в престольный праздник, в день Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, в храме пройдет первая служба.